Значит, зараженовка номер два. Причина механика Николая Козырева. Сегодня постараемся поговорить о свойствах времени, как ее понимают некоторые физики, точнее астрофизики. Ну, в частности, наш известный астроном Николай Козырев. На сегодняшний день существует определенного рода культ, то есть я бы даже сказал, что это культовая личность. И хотелось бы обсудить, а именно о его теоретических построениях, а не только о экспериментальных факторах. Давайте я напомню пару слов, кто он такой. Значит, он астрофизик, занимавшийся астрономией в 30-х годах вместе с Роботсумианом. Вот здесь возникло дело Пулковской обсерватории, по этой причине он был посажен в тюрьму. После год сидел в одиночке, говорят. Каким-то чудесным образом, одной из немногих книг, когда-то получилась какая-то книга по астрономии, которая ему нашлась в местной библиотеке. При кровавом Сталине. После этого он был направлен в район Лоркута-Лага и стал там участником геологической партии. Во время войны он был начальником метеорологической службы, которая где-то там занималась сборкой метеорологических данных. Это тот замечательный пример, который я очень люблю, когда нечто отрицательное приводит одновременно к нечто положительному. С одной стороны, казалось бы, человека посадили в одиночку, после этого он получил большой срок, потом спаяли довесок. И, казалось бы, жизнь у него исчезла и пропала. Но теперь представим себе, чтобы он занимался бы по-прежнему астрофизикой в Пулковской обсерватории. Это означает, что его в году 41-м, где-нибудь там в июле месяце, призвали бы в армию, и он бы, где уже, может быть, на плоских высотах, где-либо еще и в блокадной... Ленинграда просто погиб. В то время, как он спокойно прожил до 83-го года. Зонин, скорее всего, занимался бы расчетами артиллерийскими, как они все в средних траекториях. Может быть, может быть. Ленинградское отделение Академии наук и его вовремя не выполнили, так что большая часть там погиб в блокаде. Ну вот такова. Но поскольку он был молодой человек, я думаю, что его призвали в ополчение, как призывали все. Ведь будущий академик Флеров был на фронте и руководил, по-моему, разведзлодом. Пока не написал свое знаменитое письмо Сталину, потом прошло некоторое время, и его, как говорят, под охраной четырех истребителей направили в Москву. То есть он очень о том вопросу смеялся. Только что он был командиром разведзлода, ходил в тыл к немцам, и тут под охраной истребителем... А что за академик? Это я атомной бомбой занимался Флеров. Он просто сделал некое заключение. Он обратил внимание, что по урану было большое количество работы, вдруг какой-то прекрасный момент, на западе они все исчезли. Из этого он сделал следующий вывод, что ситуация ядерного распада вошла в ситуацию практической плоскости. То есть уже дело идет о бомбе. И в связи с этим он попросил Сталина в своем письме обратить особое внимание на положение дел в этой области. Ну и наша разведка подсуетилась и выяснилось, что это все не просто так, что действительно существует манхэттанский проект, и что аналогичные работы, скорее всего, ведутся у немцев, и поэтому у нас появился собственный ядерный проект. И он под охраной четырех истребителей торжественно отправился в Москву. Вот, это, но не о том, это маленькое отступление. Как что бывает и чего не бывает. Таков его расклад. Значит, мы говорим сейчас о свойствах времени. Значит, самое известное из открытия Козырева, как ни странно, самое спорное. Он считается, что он единственный человек, который в мире наблюдал сейсмическую активность на Луне. Что именно из одного кратера вшел газ, он направил туда спектрометры, что-то там увидел. Был большой скандал. Есть ли некоторые люди, его обвиняли в фальсификации данных. Но потом, как говорится, первое, кого встретили... Американцы на Луне? Нет, это первое, кого встретил барон, барон Милхаус, добравшись до Луны, это были американские астронавты. Американские астронавты, почему-то, когда были на Луне, эти данные не подтвердили, что на самом деле там есть некая определенная рост сейсмической активности. В результате Козыря был удостоен специальной... Большой золотой... Ты там говоришь, что астронавты не были на Луне? Что ты сомневаешься с этим? Ну... А теперь они уже и были на Луне, и подтвердили. Ну, блин, ты меня слушаешь, нет? Не обязательно как бы быть там, чтобы подтвердить, да? Нет, 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 нет. Я же говорю совсем другую вещь. Я говорю, если переходя с языка сарказма на обычный русский, она состоит, что я говорю, что Козырев наблюдал сейсмическую активность на Луне, но более-менее подтверждений ее, настоящих, ее нет. Вот говоря таким языком. Только Мюнхгаузен, да? Да, только Мюнхгаузен и американские астронавты, да. Вот. И он после... Работал сначала в Крымской обсерватории, до сих пор у большое количество народов, один из телескопов, который он особенно любил называть телескопом Козырева. А в нем ничего особенного. Это обычный телескоп просто, который у нас же... Земля поворачивается все время. Он просто компенсирует поворот Земли и все время как бы направлен, получается, в одну и ту же точку неба. А небо не проплывает над ним. То есть вот такого, значит, это вещь. Так. Вот. Такие вот вещи у нас возникли. Так что там со временем? Теперь говорим о причинной механики. Значит, у нас есть пространство Рима Менковского. И мы видим по нему, что время в каком-то смысле эквивалентно пространству. В каком? С одной стороны, мы знаем, что оно эквивалентно. С другой стороны, мы понимаем, что, например, в квантовой механике оно существенным образом различно. В самом деле, время в квантовой механике — это параметр. А пространство в квантовой механике — это оператор. Поэтому в квантовой механике у нас пространство плоское и пространство трёхмерное. Но пространство там тоже присутствует как параметр. Просто координаты — это оператор. Да, координаты — это оператор. Потому что волновая функция, она же параметризуется не только временем, но и всеми координатами. Да, но вот у них там существенно различная роль времени и координат. А из общей теории относительности это приблизительно одно и то же свойство получается у времени, как координата. Но оно такое же, практически им эквивалентно. Поэтому за этим наблюдением к этому факту надо постараться отнестись серьёзно. И тогда, например, Козырев говорит, что время, быть может, обладать определённым родом свойствами. Своим каким-то независимым ходом, своими независимыми плотностью и своими независимыми полями, которые существуют во времени, которые распространяются, притом мгновенно. И он формулирует целый ряд аксиом, которые я буду зачитывать, не будем их комментировать. Время обладает особым свойством, создающее различие причин и следствия, которое может быть названо направленностью или ходом. Этим свойством определяется отличие прошедшего от будущего. Он таким образом говорит, что у нас время есть не что иное, как различие между причинами и следствием. Точно всегда причина отличается от следствия. И это есть некая направленность времени. Для нашего обычного физического времени подобного рода характеристика несущественна. Так, да? Направленность несущественна? Да. Как вообще? Ну, несущественна. Оно считается вот таким простым, однородным, внешним. Практически абсолютным временем Ньютона. То есть всё, что в него погружено. Ну, скажем так, я не знаю, как насчёт нарушения, если не брать последние эксперименты с распадом комизона, а до этого момента рассматривать, где Тейн-вариант соблюдалось, то как классические механики, так и квантовые и тоже электринамики принцип обративости, да, локальный, и, как бы, вот, он присутствовал. То есть мы уже понимаем. Что прямое, как бы, вероятность прямого процесса, что вероятность обратного процесса, они должны быть равны. Да, значит, вот, это существенно такой характер. Ну, давайте разберёмся так. Разобрались? Времени это необратимое начало. Да, то есть у нас в структуре времени есть различия причины следствия. Да, достаточно того, чтобы, как бы... Чтобы причины следствия различались. Да, да, или чтобы движение от причины к следствию отличалось от обратного движения. То есть, допустим, чтобы вероятность прямого процесса отличалась от вероятности обратного. Это с одной стороны. Теперь давайте, вот, дальше он говорит, постойно эпирическое наблюдение, что причины следствия различаются пространством. Но в самом деле, в классической механике, в механике Ньютона, так оно и происходит. По причинам и следствия, у нас действительно различаются пространством. Потому что у нас разные предметы, они между собой непроницаемы взаимно. И вот действительно... Они различаются пространством. Тебе, с одной стороны, про время ничего нельзя сказать. Но причем причины, естественно, считаются, что идут последствия. Сначала причина, потом следствие. Но какое различие между центростремительной, центробежной силой во времени? Есть оно? Ну, хорошо. А различие между семечком и растением, цветком и плодом? Да, и цветок, и плод, и семечка, и растение – это, конечно, Ньютонская механика. Да? Ну, по крайней мере, здесь видно, каким образом это совершенно непространственное различие. Да. Ну, вот первое, что у тебя причины и следствия, они различаются пространством в Ньютонской механике. У тебя действительно центростремительная, центробежная, они как бы различаются... Кстати, да, это уже квантовая механика, цвет, цветок. Да знаешь, это даже не квантовая механика. Третье. Причины и следствия всегда различаются временем. Вот в квантовой механике не всегда различаются временем, потому что, когда у тебя есть следствие, то это считается, что ты что-то там наблюдаешь, и у тебя в это дело, безусловно, входит каким-то образом прибор. И тогда у тебя причина, то, чего ты не знаешь, что у тебя инициирует эта реакция прибора, всегда различается от следствия того, что ты наблюдаешь на практике. Но, с другой стороны, в квантовой механике, то есть теории Поля, у тебя причины и следствия по пространству между собой взаимопровоникаемы, говорит Козырев. Это действительно так. Поэтому они различаются во времени. Поэтому он, исходя из собственных экспериментальных данных, предлагает вести следующую величину. Называет он ее С2. Скорость света обычная С1, а С2 это вот такая вещь. ДХ по ДТ. Так, это что такое написано? ДТ. Это единица. ДТ, да. ДХ по ДТ. Вот, такая вот эта вещь. А и что такое ДХ по ДТ? ДХ это потому, что это маленькая, как бы, вариация, различие между причиной и следствием ДТ, расстоянием. А Т это их время. То есть причина и следствия различаются пространства. Пространства и времени. По времени. Да, и пространства и времени. И величина их различия, она определяется вот такой константой. Типа скорость света, которая максимальная скорость взаимодействия. И она для всех причин и следствий одна и та же. Да, да. Вот это повезло. Не меньше, не меньше, да. Да. И он ее экспериментальным образом вычислил. И как ни странно, она получилась, что она примерно равна странной константой, физика, которая давно это волнует, так называемой постоянной тонкого взаимодействия. Да? Тонкой структурой. Тонкой структурой. Она определяется вот такой штукой. Это постоянная планка, это скорость света, это диалектическая протяженность среды, это заряд электрон. И она равна 137. И вот он так. То есть это порядка 2200. Интересно, как он ее то вычислил? Экспериментально. Экспериментально. А какой был эксперимент? Ой, куча было экспериментов. Но один из самых популярных экспериментов, который это был, это затмение на лунное затмение. У тебя диск Солнца, диск из Земли закрывает Луну от Солнца. И у тебя происходит там неравновесный процесс существенным образом. Раз у тебя происходит определенного рода неравновесный процесс, то у тебя начинаются меняться в подвале Крымской обсерватории некие фундаментальные характеристики. Только в подвале, больше нигде. Что за неравновесный процесс? Ну, например, классический неравновесный процесс это растворение сахара. Я понимаю, что это неравновесный процесс в классической физике, как это относится к затмению. Затмение он неравновесный, потому что у тебя резко охлаждается и потом резко нагревается поверхность Луны. У тебя солнечный диск приходит, у тебя появляется солнечный свет, и у тебя Луна резко нагревается. Это будет неравнолесный процесс. Ну, по типу растворения сахара. Ну, вот он так полагает. И у тебя в результате в подвале Крымской обсерватории происходило изменение коэффициента жесткости крутильных весов, резистора, что-то еще. То есть, нагревалась и оставала резко Луна, потому что ее закрывалось. Да, но только в подвале у него... Нет, а константы менялись в подвале до земли. В подвале до земли. А поскольку расстояние между ними большое, то можно было постараться из этих соображений вычтеть вот эту самую С2. Да, но в остальных помещениях, конечно, ничего не изменилось. Ты знаешь, есть большое количество последователей, которые говорят, что и у них в подвалах все меняется. Ну, подвала. Надо назвать такие подвалы подвалами Козыря. Ну, судя по тому, что расстояние большое, меня он, видимо, очень мало. Надо было как-то проэкстраполировать за счет расстояния и получить... Ну, у него уже есть много достаточных экспериментов. Ну, там... Давай дальше расскажем. Коэффициент, например, вот этих... Получили постоянную долгую структуру. Дальше что? Изменение этого, например, чего там, какой-то резисторный мост и крутильные весы, коэффициент жеткости. При закручивании, сжатии пружины, вот рядом находится, не с ним, а просто рядом сжимается пружина. И тогда у тебя оказывается изменение, скажем так... Пружина козырева. Да, пружина козырева. Она, например, сжимается, и у тебя здесь вот такая вещь происходит. Такая вот вещь. То есть, а если сахар растворяется, а рядом пружина козырева, что-то меняется? Ты знаешь, пружина козырева и сахар друг друга не долго мало влияют. Нет, они могут, например, погасить эффект друг друга. Не знаю. Я такого не знаю. Ты можешь поставить... Но если их поставить в двухсторонних... Ты можешь эту ситуацию сам проверить. Возьмешь экспериментально. Людям не взяли пружина козырева. Ты бы уже сказал, где мне взять подвал такой. Нет, на самом деле, где мне взять сахар козырева. Нет, сахар козырев взять очень просто, потому что это обычный сахар. Не знаю. Второе, третье, четвертое утверждение. Он утверждает, что вот этот С2 имеет свойство псевдоскаляра. Что это такое? Что такое скаляр, что такое псевдоскаляр? При отражении системы координат. Если ты отражаешь систему координат, то сделай перехожить в правую. То у тебя эта величина меняет знак. Такие у нас величины есть. У нас, например, любое векторное произведение двух векторов, например, момент. Это псевдовектор. Если ты умножишь вектор на псевдовектор, то ты получишь псевдоскаляр. Да? Такова ситуация. Считается, что константа слабого взаимодействия, которая не сохраняет четность, она как раз псевдоскаляр. Да. Да. Константа слабого взаимодействия как раз. Ну, глобо говоря. Ну, что скажем так, скажем, перед слабым взаимодействием идет что-то типа скалярного произведения векторным псевдоверам. Вот. То есть, вот это его гипотеза. Что это означает? Это означает, что у нас, когда есть причина со следствием, мы можем всегда понять, что такое причина и следствие. То есть, левой системе координат, по-моему, у нас... Смотрите, что у нас возникает. Как у нас монетизируется тогда ньютонская механика, если у нас такая величина, возможно. У нас, смотрите, закон Ньютона все равно выполняется. Потому что у нас причинные следствия, они связаны между собой одной прямой. И сила их взаимодействия будет направлена по этой прямой обычно. То есть, причина есть еще как-то есть взаимодействие, которое их соединяет? Нет. Когда ты возьмешь две точки, вот у ньютонской механики одна действует на другую. Центростремительная и центробежная, допустим. Да? Сначала у тебя центростремительная тянет, а центробежная ей противостоит. Вот. Они у тебя направлены вдоль этой силы, направлены вдоль одной прямой. Поэтому модернизации этого закона у тебя не происходит. Так? Нет, вот интересно такое. Центробежная тянет, это всего лишь как бы две силы, условно говоря, приложены к одной точке. То есть, есть один объект, который вращается по кругу. Ну, силы, разве силы являются сущностями и являются причинными и следствами? Или все-таки объекты какие-то? Ну, объекты, объекты. Ну, кто-то идет. А кто идет? Абсед и скалер. Не нужно так. Вот. То есть, такова ситуация. У тебя есть два объекта, но они между собой разнесены. Я хочу сказать, как происходит что-то с их силами. Силы же направлены по территории, но по точке, которые их соединяют. Иначе они быть не могут, асимметрией, грубо говоря. И поэтому у тебя модернизация третьего закона Ньютона не происходит в причинной механики Козырева. Да? Ну, кстати, это только такие силы направлены, если они, допустим, взаимодействуют через магнитное поле. Вот. Теперь у нас бывает, значит, ситуация, которая бывает другая. Когда у нас взаимодействует типа магнитного поля, разумеется, всевозможные роды вращения. И вот тут-то результирующее их оказывается отличным от нуля. То есть, у тебя, если есть причины и следствия, то всегда у тебя есть некий вращающий момент, отличный от нуля. Правильно? То есть, у тебя всегда есть некоторое определенное родо вращение с точки зрения Козырева. Значит, магнитное поле появляется еще одна сила, да? Да. И по их направлению ты можешь понять, что из них причин, что из них следствие. Классический эксперимент, не принадлежащий, собственно, Козыреву, по которому он постоянно говорит, который я уже разбирал, как ни странно, все это как бы смешно. Крутильные весы. Вот. На них грузик. Здесь гироскоп, который вращается. Вот таким образом. Берут его, навешивают, вращают в одну сторону. Крутильные весы у тебя отклонились на определенный угол. Этот угол как бы запомнили. Сняли гироскоп, раскрутили его в противоположную сторону. И что? И у тебя возникло отклонение на угол. В другую сторону? Да, в другую. И он на другой угол? Да, на другой угол, да. И насколько они различаются? Ну, сильно различаются. Трагедия этого эксперимента состоит в том, что... Земля проходит. Не то что так. То, что он очень просто мной объясняется, исходя из обычной механики. Для этого абсолютно не нужны никакой причины механики. Вот этих вещей всего не нужно. Земля же вращается? Нет, это магнитное поле Земли. Какое магнитное поле Земли? Я у тебя рассказываю, это значит, что он когда у тебя находится вот так, прикреплен к этому кругу, ты всегда у гироскопа взаимодействует с воздухом. Возникает реактивный эффект. Он всегда этот воздух отпихивает. И в результате у тебя, когда он вращается, у тебя возникает вращательный момент. За счет чего он возникает? Да потому что вот это расстояние вот сюда меньше, чем вот это. Понимаешь, да? Он сюда с одинаковой скоростью вращается, и сюда. То есть он воздух отбрасывается с одинаковой скоростью. Но момент-то у них разный. И за счет этого у тебя всегда ты его так раскручиваешь. И это все вот эксперименты, это все онщиков. Просто вот таких вот вещей, которые они нам предъявляют, они выглядят просто идиотами. Хорошо, а разве они не могли, допустим, раскручивать этот гироскоп, помещенный внутрь какого-нибудь цилиндра стеклянного? Ну вот такого не делать. Более того, вот эти самые знаменитые штуки Козырева, они принципиально работают только на воздухе. У него, значит, знаешь, да, у него такое есть устройство. Он представляет из себя просто плесегласовый такой ободочек. На нем, на тоненькой крутильной нюшке висит стрелочка. А стрелочка висит вот так. Здесь такой грузик, а здесь такая длинная стрелочка, один в десяти примерно. И при всех его эффектах она, ну как-то она висит себе вот в этой штуке и висит. А ты рядом поставил стакан с чаем, и там у тебя сахар растворяется. И стрелочка поползла. Завел пружину, стрелочка опять поползла. Провел этот эксперимент с закрытым объективом телескопа. Направил на эту стрелочку, стрелочка опять полезла. Знаменитый эксперимент Козырева. Вот как раз он-то подтвержден. Он состоит в следующем. У тебя есть некоторая звезда, она куда-то у тебя едет. И ты, когда ее смотришь, никогда не видишь, что положение, в котором она находится сейчас, а видишь, что положение, в котором она была, ну там, тогда, раньше. Ну, свет-то идет с конечной скоростью. Козырев предлагает делать эту штуку. Берет, скажем, наводит ее не только на это положение, а еще на сюда. Здесь у тебя алюминиевые зеркала, которые фокусируют свет. Не свет они, не что-то фокусируют. Почему? Потому что ты закрываешь, скажем, темной бумагой и входное отверстие телескопа. Но они куда-то дело фокусируют на это. И ты можешь направлять этот эффект на резистор, на подобного рода грузик, на что-либо еще. У тебя везде возникает эффект, всплеск. Эффект появляется не только, когда ты направляешься на видимое положение. То есть, вот сюда, да? Но когда ты направляешься еще на настоящее положение звезды. Но парадокс состоит, что эффект появляется тогда, когда у тебя есть некая будущая точка. Куда она пройдет через вот такое же количество времени. Почти для всех звезд это происходит, у некоторых такого эффекта нет. Скорее всего, они просто погибли уже. То есть, у Козырева получается, что существует определенного рода некое взаимодействие, которое распространяется мгновенно, и которое фокусируется даже в алюминиевыми зеркалами куда-то. Вот. Вот такой вот этот эффект астрономический. В том числе, в качестве индикатора использовался вот такой подобного рода крутильный манглитник. Потому что я хочу сказать, что у Козырева сам про этот эксперимент читал, но и последовательно рассказывают про эту штуку с гироскопами. Я хочу сказать, что это нифига не эксперимент, это большой грандиозный позор просто. Потому что он объясняется вот так, как я объясняю. То есть, разница у вас моментов, она вот такая. И когда Козыреву все это дело приписывают, то ты начинаешь к этому относиться очень скептически. Почему ты начинаешь относиться к скептически? Потому что ты знаешь эту историю сейсмической активности на Луне, которая не принадлежена никаким исследователям. После тебе показывают вот эту шнягу всякую с этими вращающими. И ты начинаешь задумываться, насколько здесь все разумно. Но тем не менее, вот это эксперимент, оно подтвержден десятками экспериментальных групп. Одни из них, например, это работали под руководством... Как его уже заборят? Да, Лаврентьева, академик Лаврентьева. Академик Лаврентьева, то есть главы сибирского отделения Академии наук. И они это все дело наблюдали. Они эту штуку делали с Солнцем. А в качестве детектора они что, тоже стрелочку такую ставили? Нет, они использовали резисторный мост, наводили на одно сопротивление. У тебя повозникала связь. То есть, они использовали собственную бактерию нескольких видов. То есть, они под этим влиянием начинали активнее делиться. Существенно при этом. Когда ты их облучал под обработкой излучением. Что-то они еще использовали, помимо помидного мостата резисторного. Ну, что-то еще. Ну, по-моему, Крутильный Майкл также использует изменения коэффициентов. Вот. Вот это как бы экспериментальный факт. По крайней мере, тоже, мне кажется, не отличающийся. Я просто пошел о том, рассказывать, почему причины и следствия по козырям отличаются знаком. Вот они отличаются вот так. Помните, как мы это замечательным образом объяснили полтора года назад? Да, этот эффект? Мы его объяснили. Но сегодня мы говорим не об этом эффекте. Он к причине механики не имеет никакого отношения. Мы говорим об этой самой ситуации. То есть наличие второй фундаментальной константы, которая задает причинно-следственную структуру пространства-времени. Вот насколько это разумно. Видишь, Антон, в чем здесь очень прелесть этой ситуации? Ты не замечаешь, что чисто стилистически оно очень похоже на построение гериды? Нет, я замечаю. Ну, вот я замечаю. Ну, что различия... Ну, хорошо, поясни. То, что у тебя действительно, у нас оказывается, там всегда за событием, как бы, объяснение его всегда запаздывает. Это как бы антологическая структура мира. Здесь у тебя тоже получается, у тебя причина всегда запаздывает, следствие всегда запаздывает за причиной. И это антологическая структура. Это вот так мир устроен, что в нем причина всегда запаздывает, следствие всегда запаздывает по отношению к причине. а в классической механике она не запаздывает нифига там вот эта константа, поскольку она на самом деле маленькая, она просто равна нулю а у Козырева он взял и сделал ее ручками мало того, что он ее разбинул но он сделал еще псевдоскаляром и действительно, благодаря этому например, можно вот это нарушение четности вот это самое объяснить, знаменитое на тот момент это было известно кроме того, есть такая хоральная частота биологических систем я не помню, по-моему ДНК все левые, а белки все правые или наоборот, и не бывает исключения не все правые кто, белки? белки правые, а ДНК левые в рамках электро нет, тоже нет, они по-разному в рамках теории Викторслава Вузаимодисты это так же объяснили ну, не так уже просто ну так же тоже псевдоскаляр ну ладно, как бы псевдоскаляр здесь возникает но там же псевдоскаляр тоже ручками не ведет ну как, если речь идет о взаимодействии конкретных частиц вот, то есть элементарных частиц там не ручками, там все как бы честно если речь идет про молекулы то там, конечно, разговоры на уровне того, что, наверное, здесь тот же эффект ну, ручками, да ручками да, С2 у него остается еще другая судебность у него некая есть плотность еще то есть она плотная то есть мы это замечать не можем как-то но как-то можем это чувствовать когда у тебя если у тебя время все стороны раздвигается равномерно то как бы тебе сравнить с нечем у тебя как бы эталона нет что значит время раздвигается? ну вот как-то вот плотно управление? нет, просто вот раздвигается ну вот я не знаю, как это высказать потому что никакое ему не удалось получить никакого численного значения ну это вот С2 похоже на скорость, правильно? по самому сути да да, и оно относится к скорости света как 1 к 137 и он говорит, что именно из этих соображений получается эта магическая константа постоянная тонкая структура ну вот такая вот точка зрения константа вот просто физический смысл как бы не очень ясен на самом деле то есть понятно, что причины и следствия что у тебя всегда причины и следствия разнесены неким интервалом dx по dt то есть на самом деле причины действия это же интервал dx это интервал пространства между ними да спрашивается в какой момент нет, а это dt это вот время, которое от причины и следствия проходит да да но как бы не может быть сделано по-моему меньше этой константы да то есть иначе говоря, причина сd парадействовала идет как бы запаздывание да то есть это же скорость света мы знаем алиативистский вариант а c2 как? не знаю, ничего не могу сказать просто константа потому что ты же оттуда правильно сказал dx в какой момент ты берется? да ну я хочу сказать, что если этот эксперимент сделан это все присуждение, что у тебя скорость света есть максимальная скорость распространения взаимодействия то она лишена смысл какого-то она просто константа в преобразовании лоренца просто у тебя есть одновременное взаимодействие но на самом деле есть потому что есть многочисленные эксперименты эксперимент теоретически то есть задержки между причиной и следственной может быть эксперимент который связан с их измерения звезды может тоже та же может том же такиходируя но как же мгновенно лишь в период как же мгновенная взаимодействия измерения У тебя же есть причины и следствия у тебя. Всегда. У тебя предыдущие вот именно штуки говорили, что они причины и следствия, они всегда разделены у тебя неким интервалом. Интервалом во времени и интервалом этого штуки. И ты не можешь сделать его по-моему меньше вот этого большое? Меньше или больше. Ты не можешь сделать его меньше это deposited. Как провести скорость света – так что не можешь подойти сюда и снизу. Дело в том, что у нас все время не используется, то времени считаем по причинам следствия. нет никакого времени . Например у нас есть циклический процесс, что там измеряет нам излучения абсцезея все gazettems. То есть везде циклический процесс. 15 песен pour difficile. То есть в данном случае мы время измеряем причину и следствие какого-то процесса, который нам считается communист的, постоянной периодически не предназначена. О чем то самое? А какое время ты ставишь письма между ними вот этого времени, благодаря пониманию причины и следствия? Что время у тебя измеряется через пространство, а пространство измеряется через время. Есть такой момент. Нет, это, наверное, тоже верно, но я это имел в виду в другом смысле, что здесь круг замкнутый. Потому что нет никакого времени, как какой-то шкалы. В самом деле время само у нас задано каким-то циклическим процессом, причинно-следственным. И получается, что здесь у тебя круг по определению. То есть у тебя сначала предварено, что есть какое-то время. Время есть, время построения ньютонской физики. То есть абсолютное время, в котором все происходит. Абсолютное это время есть, но задано... Но есть, оно же абсолютное время Канта. Физический смысл это время состоит от того, что задается сначала некого рода эталон. И относительно этого эталона рассматривается, что такое время, что это... То есть есть эталон обязательно, а любой эталон в физическом смысле это некого рода причинно-следственный процесс. Все же несколько не так. Почему? Потому что мы физики полагаем, что, например, время на далеких звездах идет так же, как у нас. Вот такая есть гипотеза. Все правильно. Ну вот, мы же не можем туда взять и эталон этот переместить. Его и не надо перемещать. Но мы, чтобы измерить этот процесс, например, два сута... Нет, я хочу сказать, что у тебя это представление о том, что у нас происходит здесь сейчас, время у тебя разносится, как бы экстраполируется на весь мир. И это как бы странно получается. Вот, например, солнце вращается вокруг Земли. Мы тем самым измеряем, как бы, длину дня. Ну, ты рассказываешь о той вещи, которая задает метрику ситуации. Да нет, даже как бы проблема не в том, почему-то мы используем тези или вращение солнца, как мы их периодичность определяем как периодичность. То есть, ну вот, понимаешь, что... Никак, собственно, потому что... Нет, нет, но мы же как бы берем его в качестве эталона. Я об этом и говорю еще раз. Вот, то есть, да, ну, мы либо привыкли жить в этом ритме, и поэтому он для нас как бы... То есть, ну, можно себе представить такую ситуацию, как бы, злокозненного гения Дегартовского, да, который бы взял и, ну, поместил нас в совсем неинерциальную систему отчета, в которой, как бы, ну, вот... В которой мы находимся. Ну, у нас, как бы, она неинерциальная, но, по крайней мере, как бы, время, условно говоря, инерциально течет, да. А вот он поместил в нас такую ситуацию, что, не знаю, наша планета, допустим, да, то сильно ускоряется, то потом замедляется, то ускоряется, то замедляется. И делает это, допустим, не периодически еще как-нибудь. Вот. Но мы же, поскольку жили бы, мы, может быть, как бы выстроили для себя какую-то периодичность, квально-периодичность. Вот. Я обманывал, или же это? Нет, ну, ну, что? Я еще... Ускоренность-то мы же можем... Да, я... Ускоренность пространства... Да, я в очередной раз хочу ваше обратить внимание, что для философов представление о том, что время есть нечто объективное, оно как бы странно. То есть все философы говорят, что время – это форма внутреннего чувства. А здесь время... Ну, а здесь время оказывается некой объективной штукой, типа поля. Оно имеет, собственно, и поля какие-то. Как в одном из интервью Козырев говорил, что, значит, с его точки зрения секунда обладает не только временной характеристикой, но и собственной плотностью, собственной тяжестью, и кучей еще остальных параметров, собственными полями. Вот такая вот эта вещь. Когда жизнь тяжело нести, да? Да. Потому что тяжелое время. Потому что нет, у него некоторые легкие секунды носят, а другим не повезло, они носят тяжелые. Вот. Это такая... У меня тяжелый. А вот для него легкие, по-моему. Да, у меня легкие, да. Такова вот эта наша расклад. Таков расклад, да? Не, ну какие-то следствия-то отсюда здесь делали. Здесь как время, оно здесь как в импетитутской механике, понимается абсолютно, независимо от таких систем отчета, что ли? Здесь речь идет не о системах отчета, а речь идет о его некой фундаментальной структуре, что внутри его времени, например, есть определенного рода поля, когда вены переходящие. Нет, просто нет, форму, как бы... Ну, смотри, какую странную вещь Козырев говорит. Он говорит, чем он еще знаменит, чем он доктор с кодиссертацией посвящен. Он просто посчитал количество частиц, выходящих из Солнца, и понял, что если там идет термоядерная реакция, на таком уровне, на котором принято ситуация, то оно долго не проживет. Оно будет становиться все меньше и меньше, они из него вынесутся и закончатся. Это его докторская диссертация, которую я не читал, и поэтому, если не будет задавать вопросы, скорее всего, по этому поводу и не отмечу. Ну, все же знают, что килограмм Солнца излучает столько же скобка, меньше, чем килограмм опавших листьев. Известный факт, да? А там термоядерные реакции идут. Не так, как выли из тех хвоста. Это вот таких, такова ситуация. И он высказал тоже такую странную гипотезу, что большие массивные вещества, они могут накапливать время внутри себя и за счет сжатия времени, за счет сжатия времени, и происходит как бы излучение энергии. Ну, это похоже на то, как... фантастический рассказ какой-то был где-то в детстве, где-то время воровали. Ну, типа... Не, это напоминает астрологию, да? Те же тоже говорят, что планеты на нас влияют. Да. В каком-то смысле Солнце. Да. Поэтому... Смотри, когда там телескоп направляли, а потом... На бактерии. На бактерии, да. Да, а потом... Они начинают сцены. Я могу обратиться внимание, я уже начитавшись с Козырева, могу построить установку, то есть при наличии спонсора, обращаясь вот с камерами к людям, уже в настоящий момент, которая может на основании этого эффекта пытаться лечить людей. Сомонаж будет их. Да. А почему-то думаешь, что оно будет именно лечить, а не крови лечить? Я думаю, что будет лечить, но потому что бактериям стало лучше, поэтому человеку тоже станет лучше. А вдруг станет лучше бактериям, которые в человеке? Это есть тоже такой эффект, что он станет лучше. Ну, по крайней мере, незабываемые трипы, я людям обещаю. Например, представляете, ночью у нас трип, посвященный Бетельгейзе. Мы сидим и получаем вот эту, не энергию, а как бы время, вот этот поток, который идет от Бетельгейзи. Они, скорее всего, разные, да? Причем от одной звезды. За одну ночь ты проходишь несколько штук, от такая галактика, от такая, от квазара, что-либо еще. Но во днем Солнце, безусловно. Тут есть некий тонкий эффект, который надо учитывать для того, чтобы человек по-настоящему накормить излучением времени. Я это могу получить. То есть, все дело в большом количестве алюминия. Так все-таки время, это энергия получается? Точнее, вот когда у тебя время сжимается, то получается, образуется энергия. А ты знаешь, просто знаешь, есть такие йоги, ну, как бы там, они называются... Солнцееды. Солнцееды. Но которые вообще не пытаются, да, пытаются... Один может, могут сжать, наверное, потреблять солнечную энергию, ну, в смысле времени, да, вот непосредственно. И даже есть видео... Вы даже думали, что они солнце, а они, они, время потребляют. Да. Но я, вы знаете, я не слышал... Даже видео есть про то, как там, по полу года люди ничего не едят, но солнцееды. Но я что-то, что-то как-то мало в это верю. Причем, почему-то они очень толстые. Я подозрял, что они, наверное, ночью, почему они такие толстые. Они толстые, да? Я не знал. Я не видел ни одного, потому что... Я видел там девушку, она совершенно такая толстая-толстая. Это синтезы. Нет, здесь не йоги. Я знаю, что есть обычные люди, которые на воскресенье эти технологии освоили и живут таким образом. Я про них читал, конечно. Но это показывает, что человеку еды-то много не нужно. Вполне возможно, что она обходится одним путеводом, а считает, что она вообще ничего не ест. Может быть. просто она считает, что ночью, это как бы... не время, его ночью не существует. Нет, господа, просто на этом деле, на Козыревской причины механики очень много спекуляций, спекуляций получил. Ну вот я про 6 его постулатов я сказал, то, что вот есть вводится такая величина и она считается псевдоскаляром, то, что он настроил большое количество экспериментов. Нет, а все-таки, по поводу того, что... То есть, для системы отчета вообще речь не говорится. Не говорится. Это значит, что... Просто в какой системе отчета эта скорость мерится? То есть, в любой... во всех она одна и та же? Ну это у тебя... Нет, у тебя отношение между причиной и следствием просто. Что они у тебя всегда разделены пространственным, районным интервалом. Ну здесь же скорость определенная, она же мерится, как вы... Подожди, а тебе не кажется, что это подскудно подразумевает, что есть время, которое вне причины и следствия? То есть, сначала должна быть прямая стрела времени, чтобы в нем различить причину и следствие как точки. Я вполне допускаю, что у тебя есть некое абстрактное время, а на его фоне происходит что-то такое, какой-то физический процесс, который обладает подобного темпорального сжатия. Правильно. это не ко времени относится, а вот это вот. Почему я тогда так схватился за издею темпоральности был до чего-то? Что у него есть хроновремя и темпоральность. Да? Потому что у него как бы два этих смысла, они как бы разнесены. И мы тогда на пальцах вот этот эффект получили просто. Хопа! Просто мы же на пальцах вот этот эффект получили. Вот. Из-за этих вещей. Мы просто решили, что у нас есть темпорально распределенные объекты, что звезда это не просто вот точка на временной оси какая-то. Она является неким распределенным во времени объектом. То есть он имеет длительность, собственно, протяженность во времени. Вот такую внутреннюю. Которую мы всегда смотрим на одну точку, мы ее только и видим, эту точку. Она вот распределенная штука. У нее есть какая-то там организованность. И тогда у нее возникает как бы три всплеска. Первый всплеск центральный, где мы ее, собственно, видим в нашем реальном времени. А еще две, когда она как бы в лужу, как камень, входит в начале. И там, где он выходит. То есть три всплеска. От середины. И вот у нас были такие три третьи пика. Мы их замечательным образом описывали. Просто на пальце эту штуку тогда я получил. Ну тоже одно из объяснений. У меня она близкая, дорого. Вот я и не так. Ну, Стас, я обращаюсь тоже к твоему этому аргументу. Ничего она как бы так не имеет отношения, никакой системе расчета, я полагаю. Это вот просто структура, что у тебя причины и время всегда разнесены определенного рода интервалом. Этот интервал управляется вот такого рода константой. Ну, как бы системосчетный интервал промежутки же расстояния, промежуток времени, они же все меряются в определенной системе расчета. Ну, и пусть. Меряются, меряются. Это похоже на запаздывание отклика. То есть, допустим, ты ударил, а звук только через какое-то время дошел. Конечно, конечно. И это похоже даже на Дириду немножко. Не, просто, возможно, это связано не с тем, что так устроен мир, а с тем, что измерение так устроено. Ты всегда измеряешь запаздывание. Не знаю. Ты никогда не можешь на самом деле измерить без запаздывания. Ну, вот Козырев считается... В твоем измерении всегда есть процесс некоторого. Сначала прошел процесс сам, потом все через прибор подалось. То есть, вот этот запаздывание... А скажи, тогда вот при такой терминологии всегда у тебя есть временное запаздывание, у тебя ты можешь измерить причину и следствие как бы в одной точке. Здесь как бы получается, что ты не можешь измерить. Ну, как? Ну, прибор... Всегда у тебя причина и следствие... Что такое причина и следствие? У тебя не всегда разнесено будет и пространство. Что такое причина и следствие с точки зрения прибора? Причина уже параметра взаимодействовала а получил ты отклик прибора потом какой бы ни было маленький интервал но вот он там у тебя обнаружится мы всегда хорошо но вот смотри разнесенность причины и следствия реальное пространство это какой-то сомнительный тезис я говорю пусть как бы цветок и семечко это не не объекты ньютонской механики но можно видовской механики тоже какое превращение такое придумать не знаю тут же не знают рождение частицы но может быть может быть но вот дельта x может быть это как бы x это то временное пространство о котором лет речь то есть если если время есть некое пространство да на некое поле там да которые есть одновременно поле который не есть время вот это абсолютно это внизу это абсолютно разумно разумно это как бы новое вещество времени времени временное пространство но разумно вполне разумно на мой взгляд да никому разумно сам все что всегда надо все как он как мы сими физики понимать через измерение не существует физических параметров самих по себе в неизмерение для физиков понимаете и поэтому на самом деле поскольку прибор как никого рода устройство который все измеряют то он запасывает относительно лампу все эти западные приборы вот не обликнули алиэкспресса принципиально запасование и на самом деле когда инштейн придумал свою вот эту теорию относительность он принципиально западные использовав вышел в курсе это с конечной скоростью распространяется и помните у него все эти лазеры там тут в одну сторону другую сторону в прошломах заклада зеркала солнечного значка да 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 то есть как бы он как раз использовал что прибор имеет но он цвет имеет это конечно скорость это реагирование практически возможно вот здесь просто полщики относитесь ничего не говорится о скорости реагирует дело не в этом для того чтобы вычислить время другом месте нужно послать до сигнал да и это сигнал имеет конечно звула не было тут просто как бы масштабу со звездой такие что до звезды до звезды доделать ромная сейчас а прибор а прибор реагирует по отношению к этому смещению практически мгновенно прибор не может породить такой как бы большое смещение нет нет я имею ввиду что по поводу той формы возможно как вот есть какой-то эффект такой ну вот такая такая вот такая ситуация вычислить и учитывать когда мы измеряем что-то подобное но тоже возможно такая вещь да но что-ли что-ли что-нибудь еще вот это направленность была очень очень интересно то есть у меня смотрите в одном месте он он еще замечательный стилист статья на ухо пишет и у него тоже была где-то такая гипербола что у тебя есть энтропия и прямо противоположное ему соприном противопостоит живая активность времени как бы они друг другу навешивают это просто такая гипербола но там был любит цитаты есть имея платоновского ставить еще много чего остального думает меня здесь у человека там солнце излучает время то конечно истине это как бы потому что ты как раз пистика там так вот сидел иллюстрирует прекрасную прекрасный тыс который я очень люблю что если что-то плохое с человеком произошло вот она как правило всегда приводит к плохому вот его как бы вот сослали туда вот но он придумал глупости всякие думаю власти а так бы вот стал хорошим вот так пошел бы на фронт хотя бы немцы по одному или я как раз увидел бы не столько раз я хочу заметить что у него был значит они делали эти эксперименты вдвоем с главным инженером кировского завода по фамилии насонов и они как практически одновременно умерли кто был островом нет он просто был вот этим но они много чего напридумывали поскольку то был главным инженером всяких механизмов но практически то что есть его в работах а еще говорят что есть некая сакральная книга написанная неким с актером строгановым таким который всем этим интересовался он еще столбина потомки самых столбиков откуда я это знаю потому что я имел интересно жить имел имел возможность общаться с нашим крупнейшим психологом петербургским нынешним созданием психонетики олегом григорьевичем бахтиягом он дружил всю жизнь с козыревым и говорит что такая книжка существует она у него где-то хранится то ли в киеве то ли здесь различные взгляды вот где эксперименты козыра подробно описаны они собраны вот я эту книжку в общем то наверное когда раздавал хотя игоря можно просто монет значит мне кажется что с того момента как науку получила большой авторитет и вес в обществе вот стали возникать всякого рода такие сакральные фигуры которые там ученые что называется не просто ученые какие-то священно действующие ученые какие-то совершать эксперименты которые никто другой поставить ну да они книги у них все вращается типа тесла и козырева что козырева что тесла одно и то похоже ли это на то что мы раньше в религии было если вы почитаете какие-нибудь источники всегда было так что было обыкновенная религия до обыкновенно священники какие-то были выдающиеся герои они могли летать ходить по воде там они могли там это материализовывать вещи потом как-то религия как-то ослабла и мы что-то вот этих вот этих героев что-то не видим зато мы видим великих ученых они они выходят и ставят какие-то выдающиеся грандиозные чуть ли не сверхъестественные эксперименты и все не получается и так далее и получается что это эффект чисто социальный в общем если придет какая-то новая дисциплина нет эффекта плюс социально мы же обсуждаем нет это интересный вопрос почему если мы вот увидишь поставим фамилию козыре почти на механика козырева нашим ролике youtube сколько поскольку будет просмотров сколько будет просмотров много чудо не просто чудо именно того чудо которое поддержано каким-то высшим авторитетом наука оказывается что вот она такая зашоренная она вся из себя как бы ну какая-то некоммерционализирована как в общем вот это она не может себе позволить это она себе не может позволить но какие-то свободные отдельные гений вот они идут зажатывать и декамка зажатывать есть но там то не менее освобождение свободного зажатывающие умы если вы обратите внимание на науку то несколько десятков человек физику например сделает по большому счету ну если ты посмотришь на религию то тоже несколько десятков человек и сделать на задние ну так всегда просто это вопрос всегда просто наука на самом деле просто религию нового времени где-то обстоятельства религии требовалось чтобы авторитет заявил по себе пришел вообще-то мне как бы вот эти заповеди нужен был авторитет пророка сейчас нужно авторитет эксперимент пришел какой-то позоритом каких-то специальному это сахар специальный культивные весы какие-то не все вращаются других и вращать но у него вращается просто авторитет если есть какие-то есть же там в современной физике тоже какие-то вещи которые ну скажем для обыденного сознания удивительно здесь вещь тем образованием может быть не так ну вот не сведущий ну много чего можно придумать выкопать да тоже туннельный эффект сам по себе он уже как бы чудесен вот но почему-то вот эти вещи которые как бы ну которые являются фактом да физики уже никогда не будут представлять интереса для вот для массовой аудитории ну потому что не знаю почему вот как-то вот так да то есть им нужно чтобы это было какой-то оболочке сакральности тайного знания и чего-то еще да спекуляции очень много так что обязательно когда-нибудь звезда где-то далеко пройдет слово звезда это уже как бы сердце как бы сразу уже начинает стучать быстрее но звезда где-то далеке и вот она там что-то там с ней случается странный эксперимент ученые не могут установить я хочу утверждаю что это реально может быть коммерческим иметь коммерческий эффект то есть например 3 бетельгейзера или там 3 по альфа центавра или кто-либо еще вполне возможно то есть за 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 небольшую сумму садишься в кресло опередить этого как вот на предыдущем там докладе у тебя был там да да запередить росте пока он пытается так сказать пока он все как бы скрывает свой этот реактор вот и не заработал там денег на его продажи заработали уже заработал уже ну по крайней мере догнать его уже построить у которой как говорят первую установку судя по всему это военно морские силы сша за 2 миллиона не просто другим таким гением является конечно же там морозов да там здесь товарищ как бы только как бы вышел так называться тоже сидел много но поселка не морозово ты знаешь революционер здесь у нас находится тоже объезжал на что который придумал в общем то есть обдуматься был перейтищий просто все такие сидельцы почему-то они вдруг видимо не помогать как бы в определенный момент в одиночке когда сидишь у него перещелки что-то я вообще-то день посижу один да я же не просто я просто бог да наверное стоит я придумал так так обычно и бывает что всегда робкий бен пингвин точнее дженни пингвин робко прячет тело жирное утеса всегда так к сожалению а как функционально ученых так хочу растить брать ученых сажать в одиночку не те кто выживет на самом деле те уже чуть я хочу заметить что об этом про мы же все знаем куна структуру научных революций мы понимаем что у нас есть периоды нормальной науки и периоды революции вот или среди на революции делаются несколькими людьми несколькими экспериментаторами теоретиками кем-то еще не но это хорошее то есть это из разряда говорю что у нас как бы как религии появляется на приходит пророк моисей говорит это я говорю вам истину мне тут бог сказал слушайте меня типа но это ладно также и здесь коды приходит какие-то эксперименты никто понять еще не может что-то он говорит был какой-то период бурный развитие он этот период ненормальная ситуация когда эксперименты ну как бы подтверждающие условно говоря необходимость такой науки возникают в рамках этой науки то есть не так что у нас как бы накопились аномалии допустим мы постоянно смотрели там на звезды и не понимаем ну как так как бы мы видим там свечение не только как бы в прошлом положении но и в настоящем и в будущем и так что мы как бы не просто свечение закрыли это не понятно что у нас накапливались такие аномалии срочно надо менять нашу теорию времени вот потому что как бы старые не выдерживает критики и и тогда ну я хочу сказать что икон также говорит что тебя всегда любой любой эксперимент у тебя есть теоретически нагружен это он является теоретически нагружен то есть но но как бы он и говорит что там старая теория никогда не подвинется и новая не уступит к места пока как бы поколение не только пока аномалии не накопится и пока это не станет проблем реальной но на сегодняшний день не все что угодно нигде современной физики настолько велика и могучая наука у меня ничего не является проблемой как социальный института но вообще-то как бы севдуматься и для религии сколько и для религии также я сразу же попу вспомнил кураева с его гомососудия на самом деле наука и религия это одного порядка вещей ну как социальный феномен как социальный феномен не по сути как социальный институт правильно как социальный феномен они живут по одними тем же сегодня для научной науки как социального института для него не является никакой никакие эксперименты уже выработаны понимаете не являются не являются ересь с точки зрения науки козырева просто чего он он же много экспериментов сделал бывающий человек держали обсерватории на этой штуке сколько угодно зачем надо было выгонять на пенсию стремительно выгнали же там что это есть вот держали бы его себе так спокойно он не позволил нашу науку ну куда он бабала ты золотой золотой медаль на это физическое общество хуже и вот это и самое страшное золотую медалью другу начинает такой ересь говорить ну вот так вот так с ним поступили но самое интересное что мы несмотря на это и мы козырицы и прочие там эти мы помним его да да мы как бы это все обсуждаем хотя на самом деле там ну что ли время какой-то как можно время на самом деле которая всегда нас охватывает до который не является не то есть не так получается что мы можем со стороны на время посмотреть а мы всегда по времени ничего про это сказать не может потому что всегда будет некое время как вы пишете какие-то такие мы всегда в пространстве мы можем сказать о пространстве что нет мы не всегда просто никогда мыслим не пространство мысли все равно во времени ну вот то есть там тебе ответ да действительно идеальный смысл на вне время эмпирическое наблюдение она такова но просто вот его эксперименты я не знаю я почему-то постоянно ухожу по кругу и постоянно козырь обращаюсь может потому что он здесь реально вот они потому что ты любишь пинать людей вот и все чё чем ты ходишь тебе нужен жутко какой-то оружие чтобы пинать чему как пинать других людей каких-нибудь с помощью козырева там это пометка тебе нужно чтобы пинать историков там это какие-то там эти холодные адельные ситы чтобы пинать академиков типа александрова и прочих и так далее везде на самом деле одна и та же тема на самом деле она состоит в том что как бы быть умнее не не так не так нет смотрите вот я как бы здесь сижу да сижу живу здесь да ничего не делаю практически да ну и вы нихрена не делаете посмотрите вы там как вы работаете своих институтов но вы же не продвинулись никуда оправдание своего добра личного добра не а то я тут недавно понял что я являюсь стихийно деконструктивисты да то есть чем что я занимаюсь похоже на постоянно занимаюсь деконструкция реальности то есть есть стереотипов и чего-либо еще но и согласись что в разных источниках и так и тем способом что пытаюсь за тоже действует пушкина с александром дюмара это тоже разновидность парадоксального взгляда на вид на вид и тем что я занимаюсь у нас именно он по сути стихийно для конструктивист это имеет смысл9 для труда через жизнь как бы я уже давно заметил что отличий философ от обыкновенного человека состоит в том что философ удивляется она как был для обычных человек interesi просто общее место и вот это это еще誰 соответственно списал даже философе начинается идти как вот это удивление часто да имеет вот такой характер понимаешь что как бы сначала не гармит наку что-то какие-то вопросы поставлены потом этим вопросам уделупа появ post удивление а потом как бы долго долго молча решать и не могут решить то есть на самом деле вот всегда возможно философии всегда речь идет как и хотя аналитическая философия утверждает о том что неправильно использование языка просто неправильно использование языка позволяет философии жить постоянно как тем только тем и занимаются что ставим право неконикальные проблемы это высоконравственного и таки точек ты занимаешься тоже высоконравственная вещь стать в позу как бы сказать ребята тут вообще тут неправильно и тут у вас ерунда и тут везде у вас ерунда и вообще все верно да и вообще не удивительно не ну подожди но сейчас он продемонстрировал что можно обсуждать козырева почти всерьез но почему записать две огромные форму это же великой математикой надо просто как бы просто супать и умеет упасть и умеет это кому как только надо мозгов чтобы вот эти две формы записывали много много очень много там математика но он только только видишь козырев то есть на популяризе как бы известная фамилия а вот если бы вот игорь ты действительно хотел подвиг совершить вот такой не конструктивистки пошел бы ты на навстречу людей которые они критически собираются там кто продвигает там партнер механика кто теряет носительности я могу тебе принести меня много книжечек и не свое время приносили да мы сходили сумасшедшие люди продавали мы сходили вот у нас есть видео отчет по этому поводу как бы разобрать там одну книжку вторую третью не уже войти в чужой безумие так честно антон ты не представляешь себе на самом деле сколько в этой сейчас среде я живу потому что мы не представляем действительно потому что появились вот этот канал youtube а очень большое количество этих людей обращается ко мне напрямую ну правильно я же говорю что ты теперь с точки сборки всех сумасшедших и главным знаменем и у них там очень интересные теории возникают я например одну из них запомнил по моему у них там все состояло из нейтрино 1 а не просто по моему из 273 нейтрино они так форме звезды а почему из 73 потому что и 270 астрология указывает что это число магическое ничего то еще вот они вот из них таких были эти штуки надо направлены понимаете господа вот совсем этим в самом деле вот за козырюмский помимо интересных экспериментов скрывается вещь пространстве время неожиданной стороны о которой стоит подумать и стоит рассуждать и думать на мой взгляд ну конечно мы согласны на мой взгляд и то что вот такие эффекты есть это тоже интересно потому что не знаю как с гироскопами потому что вот эта штука она выглядит очень подозрительной фоне всего этого но вот этот фокус со звездами он проверен десятками групп уже освещены именем академика лавреньки ванимонге а свечки именно освещены правильно освещены лилей был освещены благословляю как какие эксперименты были освещены именем академиком гириагина я бы так удачу что бактерии были освещены вот это не не существующий звездой как будущий и все это было еще освещено сверху вот такая вот такая вот эта самая штука поэтому к этим вещам надо относиться можно относиться достаточно серьезно ну а почему вот если там у нас освещает действительно там инвентарь наших олимпийских спортсменов почему бы мне это да это да чтобы у нас удачные эксперименты были осветить просто всю технику на это очень очень интересный вопрос они тоже можно обсудить о природе святости да чтобы там такие эффекты неожиданные сразу начнутся ну да чтобы ложных каких-нибудь данных не давали то что Игорь зарос это на самом деле тоже показатель вообще-то монахи не стригут не стригут не греют не греют не греют не греют не греют я решил побудь настоящим физикам побудьте святости прошу побудьте святости поближе к козырю да одесную или ушую как ты считаешь я не знаю есть просто такая я не помню как где там надо приступать чтобы следствием они прощили есть такая книжка вот этого у Умбертека Майкель Фуко она правда очень такая тягомотная то есть вот если имя розы можно читать ну это удобно не-не нормально но не знаю так как бы имя розы все-таки хорошая она как бы тяжкая там ну сознательно а тут уже как-то так тоскливо но основной смысл там вот что люди начинают развлекаться вот так как издательство вот которое публикует разные книги там и и вот в какой-то момент они решают издать шутку как бы да некий некую серию или там некий словарь альманах вот по всякого рода мистики астрологии и так далее вот занимаются там темприерами там еще чем то вот естественно шутку ну вот они постепенно как бы занимая занимаясь сами придумывают вот и настолько хорошо придумывают все что в конце концов верят там и все это начинает каким-то образом даже сбываться вот и заканчивается все плохо понимаешь понимаешь скачая по идее то есть какой как можно было читать вот смысл в том что вот этот путь как бы вот он затягивает это безумие так вот и обратно да да я хотел сказать что граница она такая тонкая между нормальным как бы да вот это понимаешь в чем дело если ты уже как бы расслуживаешь правильный мышление ты сейчас думаешь что я думаю об этом как бы так вот со стороны вот как бы понимая где я где все эти мысли но на самом деле ты же думаешь об этом уже это же неплохо совершенно это же неплохо совершенно братчиков ты не хочешь забрать про гигантские космические трубы права нет это на самом деле новое представление о космосе конечно вот нет ну вообще-то гореть и посмотри тут даже как бы космическая геополитика какая-то возникает ну это понятно если лазовского послушать что есть процессы которые вне времени скачками переходят то это на самом деле такое же безумие я думаю ну не такое же ну не такое же ну не такое же ну на самом деле конечно квантовая механика сама же по себе безумная вещь ну она же законеная безумие а здесь-то что а здесь беззаконные а здесь беззаконные надо и заплатить пение за свое беззаконие да в бежудер же недели да что только такой ну не знаю я на сколько он был в это дело ну вот видите очень важно еще козырева защитить от поздних наслоений вот таких а поздних наслоений то есть знаешь это аутентичные аутентичные евангелия а есть переписчики которые неправильно написали исказили истину не донесли не донесли не донесли ты вот почувствуй сколько в этом просто религии полное отсутствие науки а сколько вот не донесли какая-то священная книга которую в двух экземплярах у каких-то там апостолов которые держат апостолов и ученика да которые держат никому не дают да нет подожди он рассказывает следующую историю я о нем узнал значит он неоднократно пытался опубликовать эту книгу но там все время но демон да сплощалась всякая вещь демон демон да как там подожди ты ну ладно сам будешь рассказывать ну давай все люди которые это было то они в издательство были издательство разорялось то кто-то кому эту книгу передавали оно умирало наконец он ботал в эту Бартияров отдал эту книжку какое-то другое издательство который сказал что мы ничего не боимся что это фигня всякая ну как с мастером Маргаритом известных фильмов да и начали с нее копию снимать первую же и ксерос все время снятия копии загорелся почему не взорвался так взорвался вот тогда она отдала ему эту книгу говорит ладно не надо как там быстро игра не сломались ксерос какой-то загорелся нет они знали некрономикон по-моему какая то есть книга тайная да слово как бы книга книгу мертвых никто не знает она где-то таится и тот кто хотя бы даже слово прочитается тут же умирает тут же исчезает испаряется ну вот здесь как-то так да как-то вот поэтому я уже несколько лет раздумывал потому что людям хочется чтобы такое было я уже несколько лет раздумывал раздобыть ли мне один экземпляр этой сакральной книги хоть на нее один побереги себя Игорь да да или побереги себя да побереги меня давайте на этой ноте жутки закончим как жалко что всего этого нет на самом деле вот как хотелось бы чтобы мир был так интересен так загадочек да чтобы это было возможно чтобы вот какой-то козырь посидел покрутил какие-то крутильные весы понял бы что-нибудь такое мир устроит по-другому а так скучно мир устроит конечно а чего крутильные весы это че тебе не нравится обычные весы это супер инструмент это главный инструмент никаких других приборов примитивные какие-то приборы непонятные примитивные примитивные именно как христос на самом деле учил своих апостолов он просто как бы простирал руку и учил понимаешь совершенно без всяких приборов без доказательств так должно быть и все или Моисей принес заповеди и сказал все будет так жить нет ну тоже блин можно поставить я читал вспоминания об одном человеке из какого-то кубанского университета и он был студентом ну конечно же есть эти как его называются свидетели после апостолов еще было 70 давайте мужей апостолов он был этом и грубо говоря попал в Алексею Козырева это вот было в Крымской обсерватории а кто-то Христа живьем же видел так и пишет я видел его живьем и он единственный из всех кто его слушал решил поставить эксперимент эксперимент этого не удастся ну естественно как нормальный человек но он не остановился на этом он пошел к Козыреву с претензиями как и так я все проверил а Козырев говорит а он говорит молодец типа того что единственный физик на всех попался который решил меня не слушать проверить эксперимент давайте делать мне ну выяснилось что он что он сделал значит во первых он пытался из этого цилиндра где находится кутильный откачать воздух застабиться в вакуум во вторых эта штука которая у него была эта штука оказалась слишком толстой они после этого начали делать так как это нужно во первых там должен быть всегда воздух в этом прозрачном барабанчике в котором сверху подвешены эти самые крутые во вторых плечи должны быть примерно один в десяти но это вот странно что прибор какой то должен быть специфический чтобы он работал а не просто прибор который измеряет амкономиноизмерительный прибор который эффект измеряет они специально подбираются хитрый приборчик помните про инерциоиды ну почему в акции должен быть но я не знаю все эти технологические эксперименты спрятали нет 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 не спрячем а здесь вот этот воздух должен быть потому что у тебя колебаний не было чтобы он не затухал тогда у тебя видно что стрелка ползает вот и все да это может быть так можно так как объяснить а можно объяснить что как бы есть какой то еще другой эффект который работает когда есть воздух это означает что может быть вообще это все чистый эффект прибор прибор и просто эффект прибора у прибора есть воля у прибора есть воля у всех приборов которые раньше строили воли не было но вот сейчас начали строить и она у них появилась ты рассуждаешь демоны летают ты рассуждаешь как сельскохозяйственный обыватель вот он сидит на своей на брюкве, свекле и этой штуке и трансцендентного и более-менее сложный он не существует и наука тоже так считает никакого трансцендентного не существует я просто как сельскохозяйственный обыватель и ничего а весом у тебя все он волится он молится а весом в воздухе нет, бесы в нем не существуют слушайте, бесы в воздухе трепещут от молитвы ну это да и все, и все вращается причем трепещут в определенном закручении когда он молится в одну сторону они трепещут в одну сторону просто отношения в квадрата не трепещут знаешь, говорить налево пошел или направо это же по-разному налево это всегда плохо поэтому и бесы всегда налево и ты знаешь, что это не фидеологическая теория Иисуса Христа если человек болеет, то в нем бес и если бесы изгнать то человек выздоравливает вот, пожалуйста, чем тебе не теория Козырская? Козырская теория аналогичная, да? то есть предположение, что есть бесы и что болезнь от бесов и что изгоняя бесы, изгоняешь болезнь нет, господа, это же теория, по крайней мере, сверху уверены наушники но нет, верифицируемая она же верифицируемая понимаешь, что на самом деле есть она допускает эксперимент я верю научному сообществу, которое почему-то игнорирует такие вещи вежливо знаешь, как бывает, вежливо игнорируют всякого рода сумасшедших им не говорят, что они сумасшедшие им просто говорят, что да, ваша теория интересна и все понимаешь? и то, что научное сообщество их конкретно игнорирует, это многом говорит они просто вежливые люди они не станут говорить, что вот академик сошел с ума нет, они держатся за свои денежные места да, да, да да, денежные места, социальные ставки ну, сначала, вот это и есть это отход гипотеза, почему не принимают сумасшедшего козыря нет, господа, я хочу сказать, что... они одинаково держатся за свои места, когда и козырева отвергают и холодный ядерный синтез, и миллион других правильных, верных, истинных теорий всего а Иисуса Христа теории, что есть бесы, их изгоняют они тоже игнорируют а почему? а потому что они держатся за свои мешки да, да, иначе им пришлось бы лечить ядерные реакции святой водой они не хотят они не хотят, это что окажется нет, они хотят, просто они просто они считают, что польза есть этой религией ведь, господа, ведь есть очень много... то нам придется делиться есть очень много примеров значит, самые яркие из этих примеров, это, конечно, связанные... именно сарказмой юморой не понял какие правила когда наши физики-то с физфаком спросили по поводу освещения воды, водоканалов вы знаете эту историю, да? нет это же прекрасная ситуация вот там у нас внутреннее разбирательство было в университете я еще тогда там работал так вот только недавно сообщили, что... вот на это буквально опять освещали воду водоканалов ну да, это было год назад, но где-то там осенью этого двенадцатого года значит, наши два физика там с ядерной лаборатории запросили после того, как по пятому каналу показали, что вот на водоканале торжественно осветили воду по-моему там на крещение или на что-то ну да, на крещение ну короче, на какой-то праздник, да они запросили как бы, а вот объясните, какими там положительными свойствами стала обладать вода, да? ну, как бы такой немножко формальный глупый вопрос, там вот с физической точки зрения они спрашивают ну, кто ему будет объяснять? вот, но дальше очень интересный второй вопрос, который мне показался разумным но, допустим, если какую-то пользу это дает, так почему бы не проводить это чаще? давайте тогда все время освещать воду поставь освещение да, да, надо же как бы, если это действительно полезно, так надо постоянно освещать вот, и у нас был скандал, потому что кто-то не заметил вот, буквально это через нашу приемную про ректора прошло вот, и это все на официальном бланке ушло, как бы, от СПБГУ да, а как бы это уже большая проблема, вот, для нашего ректора потому что, ну, если ты допускаешь что-то против православия в нашей стране то ты как бы не политик, не жилец, что называется, в политике в дальнейшем поэтому он сразу должен был там карать, там, искать а привержение, что вот университет, конечно, не такой бескультурный, он так не считает он не может так, вот, поверхностно относиться к религии но пятый канал зассал, вот, и ответил, что нет-нет-нет, мы ничего не имели в виду конечно, это чистое ритуальное действие, оно ничего не значит ну, разговоры о том, почему тогда все время не делать это, понимаешь, если это так полезно вот это? ну, вот есть, это история а бактерии все время светят я и говорил вам, что если у вас спонсоры, то вы усветите и смотри, если бактерии быстрее размножаются, так это же бизнес-то вам не disrespect бизнес можно построить даже спонсор не нужен для этого это же бизнес бактерии потому что нужно алюминиевое зеркало огромный построить километров алюминиевое зеркало может все-таки что-нибудь другое там почему обязательно так не важно это кстати тоже интересный интересный вопрос обычное зеркало вот если я хотел вам рассказать историю по моему человека звали лэмп или как-то еще значит в начале в конце 18 в начале 19 века появилась эпидемия родильной горячки настолько это было важно что многие исповедовались принимали причастие уходя рожать его в родильные дома и долго не долго думали значит как с этим быть и что здесь сделать и наконец один из врачей сказал что надо мыть руки и протирать руки хирургом инструмент хлорной воды и после этого должно это дело прийти на спар и он начал эту штуку практиковать и действительно количество родильных горячек у него вроде бы уменьшалось но окрестные люди другие доктора сказали что он же ученый что такого быть не может что это чушь что то есть другие причины и что надо больше больше проветривать помещение что-либо еще такое и каждый исповедовал его изгнали из клиники в котором работал из победа и выгнали из этой штуки и был он изгнан из клиники и был сумасшедший а потом выяснилось что очень много это штука она была чуть не до начала 20 века подобного рода мнения что чистые руки и хлорная вода не имеют никакого отношения в родильные горячки существовал а потом выяснилось что ноги списывали скажем делали уже многие вот именно то самое то есть мыли руки многие хирурги да и протирали инструменты руки хлорной водой и у них действительно этого родильного горячка происходило но при этом они как бы не признавались а говорили что мол дело происходило с тем что у них не стали лучше поверить как насчет космического трубопровода врача у нас глаз просто нет ничего не знаю мы не видим пока не засосет а когда туда засосет а как ангелы и демоны господа я просто против этого ничего не знаю ну понятно против ангелы и демона ничего не знаю я просто предлагаю совершать а теперь знаешь почему бы не узнать я просто работа слушать главное чтобы не как не оказался гигантский космический мусор так вот поэтому как бы вот подобные вещи из науки на каждом шагу не совсем недавно два века назад остальные там оперирование любимый лена борисовна перестегина если любимый пример по поводу как и что как некое знание переходит от непосредственно от ученика к ученику они не через книги через вербальную форму она значит его рассказывает следующим образом вот представьте себе в средневековье появился некий выдающийся хирург да и он как бы очень хорошо перевела людей люди после этого выживали там что-то с ними происходило и многие люди пытались у него научиться всему этому делу пытались у него всему этому делу научиться но у них не происходило они делали то же самое что любое еще а потом как бы но они понимали что у этого хирурга у него был забавный способ такой ритуал который сопровождал каждую операцию совершенно бессмысленный никому не нужно он подходил к одному из водопадов и долго держал свои руки под холодной водой и потом уходил но согласись что это чушь какая холодная вода какой водопад и после этого оперировал тоже все главное в инструменте в искусстве хирурга что-либо еще но после этого оказывалось что люди у этого человека выживали а у тех которые научились они не выживали у нас многие некие вот такие события некоторые вещи в нашем мире они сделаны имеют в виду абсолютный характер бессмысленности но потом после получения учения луи пастера открытия вот этой вселенной микро объектов микро живых существ внутри вокруг нас казалось утешит всеми этими вот это действие этого хирурга стали оправданы как и остальные эти действия лэмбо который просто говорил что надо мыть руки принимая роды и надо протирать их хлопья ты не замечаешь что здесь неадекватные примеры потому что эти примеры науки которые в этой же области который козырь действует уже как бы развиваться она маешь ты делаешь одну постоянную штуку ты говоришь что есть наука нету науки науки в этом отличие от религии вот религия православие а вот такой науки вот такой есть наук или нет поэтому это ты послушайте смотри ты рассуждаешь ровно также вот это за ученые они говорят официальная наука нас призме признает нету официальной науки хорошо нет официально если находит внутри науки нету очень просто вот у меня есть большие зеркала на всю эту штуку ты подходишь и видишь что такое сумасшествие на стоит нет на самом не так потому что есть сумасшествие которое на высоком уровне да и не понятно сумасшедший человек или нет просто непонятно часто люди на самом деле выдают желаемое за действительное и даже и великие ученые просто они желают чтобы было так понимаешь ну даже подделывают эксперименты мы делаем так что все это на самом деле человеческое 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 но нас интересует существование нового научного знания в рамках некой сформировавшейся научной картины мира вот нас и я не говорю что он может быть козырем в чем ты и прав может быть какие-то произведения его там эксперименты какие-то понимание что факт состоит в том что они поскольку они находятся на обочине почему-то и и примитивизм вот этих всех вещей которые я вам скажу это как бы у него как бы настораживает уже такие примитивные вещи аналогичные я я нахожусь под каким-то неизвестными именами нет причем вот смотрите даже вот если взять допустим теорию относительности Эйнштейна вот все эти Эйнштейновские построения мысленные эксперименты то все это конечно все примитивно но все-таки за этим стоит группа симметрии лоренса там все эти преобразования лоренса ну как бы математически нетривиальные на тот момент какие-то корни квадратные да там из каких-то вещей знаменательных короче как как-то зачем почему так они по-другому а здесь две примитивные форму на уровне седьмого класса и страны эксперименты которые почему-то с воздухом работать без воздуха не работают какие-то почему с воздуха с воздухом я могу сказать маятник просто там аж это колебание маятника все понятно объяснить нам факт состоит в том что все это как-то очень странно все это напоминает вот но не лжись и не лже науку то какой-то странный на самом деле если там маятник калибиться можно было бы измерить как он поливится с какой частотой. Вообще можно было прибор мерять. Или начальное усилие. Начало было изучить прибор. Все можно исключить и воздух исключить, просто по-другому снимая показания. Потому что прибор должен работать независимо от никаких условий. Не должно быть условий. Должен быть прибор, который как черный ящик. Он просто на вход есть и есть выход. Как раз нет. Прибор должен быть не как черный ящик, а как ящик, который известно, как работает. От начала до конца. Ну я согласен, да. А вот здесь он выступает как черный ящик. Наоборот, согласен, да. А здесь как будто бы есть прибор, как будто бы он прибор, и как будто бы доказано, что правильно работает в данном конкретном эксперименте и так далее. А вот эти бактерии, как в качестве измерительного, это что такое? Ну, действительно, давайте тогда мы наделаем такие действительно зеркалы и будем бактерии там выращивать в промышленном масштабах. А чем тебе бактерии не измерительные вещи? Ну я не знаю. Может быть, у нас есть. Господа, нет, прошли прощение. У нас, говорили сегодня о нашем водоканале, там раки живут. Реально. Потому что раки являются измерителем чистоты воды. Не измерителем, а показателем. Есть измерители, а есть показатели. Показатели, хорошо показатели. Здесь тоже показатели. Вот, например, у тебя борода это показатель, что ты лечь. А чистота? В том-то и дело, что, опять же, здесь чисто качественный эффект. Вот, как бы, наблюдается... Скорость абсорбции, она была количественная. Графики строились. Ну понятно. Ну, если графики строились, то все, тут надо лечь и умереть. По-моему, у тебя какое-то недоверие присутствует к тому, что Игорь рассказывал. Да, у меня явно недоверие. Да, это хорошо. Просто у Игоря недоверие к науке с позиции Козыря, а у меня недоверие к этому недоверия. У меня недоверие ко всему миру. У меня недоверие к твоему недоверию. Спасибо. Я открыт всему миру. Ты не доверяешь науке. Открыт ко всему миру? Если только этот Мир может предложить что-нибудь парадоксальное. Игорь, а почему ты не придумываешь какую-то свою, например, про космический провод мы уже сказали придумать, придумать что-то другое, что-то такое космическое, наверное, главное, чтобы это было космическое, звезды там, направил туда свой какой-нибудь особый прибор там, что-то одно, направил в другое место другое, связал эти две и это парадокс. Нет, чтобы человек еще как-то, в космосе человек, чтобы закоротить их. Давай, ну, о, ты придумай теорию конечности Вселенной, а на том конце как бы ничего нет, просто она конечно. Ну, скажешь, не, она конечно, и так теория конечно Вселенной. Что придумывать-то? Это ты по поводу собственного невежества не знаешь, что она конечно. А ты придумай такую вещь, что плотность людей, вот допустим, мы сейчас размножаемся, размножаемся, и вот когда нас станет слишком много на ограниченном пространстве, как с этими, этими, атомами у меня. Гритерия, да? Вот, начнутся какие-то особенные реакции. Когда плотность людей в объеме, да? О, между прочим. А земля как решетка. Да, да, конечно. Это, во-первых, это одна ячейка такая. Да, ну, как гритерия начнут. Да, мы копимся, 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 а потом хоп! И термоядерный взрыв. Может быть. Нет, 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 нет. А вот и человек, сымплекс. Ты с горящей, сымплексом, сымплексом. Будет очень горячим. А есть столов, ты человеческий сымплекс. А, да? Нет, нет, будет горячим. Горячим, горячим, горячим. Ну, если Антон предлагает это дело взорвать, а чего? Можно придумать, только не очень не хотелось бы ее проверять на практике. Хотя, если нам получится квантиллион, другие, то можно и ждать, когда она будет проверяться на практике. Вот, такая вот эта штука. Ну, вот так бывает. Ну, понятно. Бывает еще и по-другому. Ну, иногда бывает так. Ну, так бывает, к сожалению. Почему к сожалению? Ты хотела, чтобы так не было? Ну... А, верую? Давай прочитай тогда верую. Ну, мы знаем. На самом деле, все это следствие того, что действительно современная наука достаточно тоталитарна. То есть она как бы тоталитарна не потому, что она там на все вопросы отвечает, а потому что она, в принципе, как бы приватизировала, так сказать, истину. Истину, да. И уже как бы истину, и истину, истину. У вас там что-то как-то не так. Да. Да. И, конечно, всем бы хотелось, чтобы вот в ту сторону науки, где-то там сбоку, там, в тени, вот. Был пророк. Втеплилось что-то такое, да. Настоящее. Чтобы вот как бы это... Спайка религии и науки. Спайка. Чтобы появились в науке пророки, которые по указывали, что... Нет, социальный статус существует. Социальный... Ну, как социальный статус. Так, поможешь ли здесь, что вот здесь проявляется именно социальный статус науки? Что всякий мусор бросается на бочку, да? Ну, вполне возможно. Вполне возможно, но... А так, понимаешь, не было бы социальной структуры, он, может быть, там, как бы, творил бы, и мы бы сейчас вынуждены были все это читать. Не говори. А так как бы... На обочину отбросили, слава богу. Извини, подвинься. Нет, самое интересное, ты заметишь, что это хорошо отброшено-то. Ух, сухи уважали, куча последователей. Особенно не мешали там дальше писать все это дело. Да, да, да. А так мы просто заклеймили, и он перестал бы... Вынесли за пределы научного... Другой пример, Морозов опять же. Так мы могли бы просто психушку посадить, а так он великий, величайший историк. Он 20 лет посидел. Да, величайший историк всех временных народов, историк как раз после того, что с ним проключали всякие народы историки. А за ним, как бы, видишь, он соблазнил еще Духапольского, Носовской поменкой, который, соответственно... Соблазнили его еще кучу народов. И еще кучу народов было соблазнили. Да. И слава Богу, слава Богу, что этот плеяна куда-нибудь уйдет далеко-далеко. Да, это так, да. И это, как бы, очень... Здесь просто очень, как бы, интересна другая картина. Потому что взаимоотношения, так называемой науки, лженауки. С одной стороны, кажется, что вот эти научные революции делают, как бы, люди со стороны. На самом деле, это неправда. Все эти самые научные революции, как и должно быть в основном революции, делают люди изнутри. Да? Ну, естественно. То же самое, например, Планк или Бог. Они люди, которые просто изнутри этой самой дисциплины были, да? Эйнштейн стоял, конечно, сбоку очень сильно. Ну, какой-то там... Но потом он вошел, кстати. Патентный, патентный чиновник. Но он все равно потом были, кто-то вошел. Ну, понятно. Ну, просто тогда ситуация была революция. Но его вклад тоже, как бы... Нет, я могу... Я читал книжку Лиз Молина по поводу Эйнштейна. Там очень смешно все написано. Он начал... Помните, нам человек писал из Принцинского этого института на форум «Математик российский». Эйнштейн работал в этом Принцинском университете, да? В институте там в Принцинском университете, Лиз Молин. И Лиз Молин когда там появился... Он появился через 25 лет после смерти Эйнштейна. Он хотел найти человека, который с Эйнштейном общался. Он нашел какого-то физика, одного единственного. И говорит, как вы там 10 лет находились в одном институте с Эйнштейном? Вы с ним хоть раз общались? Он сказал, что нет. Как так? Как так? Спросил весь мой. А он говорит, а понимаете, когда я появился на первый день, я тут же заинтересовался и попросил начальство устроить мою встречу с Эйнштейном. Но когда я начал, чтобы к нему быть подготовленным каким-то образом, я решил прочистить все последние труды. Взял и заночек прочел. И тут же я убедился, что это полная чушь. Что это находится в рамках всевозможного, просто в рамках современной науки, очень далеко от него всего этого. Ну тогдашняя вот эта квантовая электродинамика, квантовая теория поля, чего он категорически не понимал. Как ты понимаешь? И квантовую механику он категорическим образом привел. И я, говорит, от этой встречи как бы отказался. Потом еще несколько раз я пытался с ним, там бы спрашивали вопросы, они бы передумали. Эйнштейн будет там-то, там-то, я с ним буду, вы можете с ним пересечь, задать вопросы. И он всякий раз уходил в эту штуку. И вот они 10 лет были в одном институте. То есть Эйнштейн уклонялся? Не Эйнштейн, вот этот физик. Не помню. Не о чем было говорить. Весьмолин. Он считал, что то, что занимается Эйнштейном, в тот момент, это полная чушь. Ну он же там пытался, как бы, теорию, единую теорию. Есть версия, на самом деле, что математика... У него жена была математика великая. Есть версия, что все, что придумал Эйнштейн... Нет, я рассказываю, как это быть. Потому что некоторые люди думают, что есть некая официальная наука, состоящая из неких расплоченных масс, слитых одной идеи в одной ложе и что-либо еще. Ничего подобного нет. Яркий пригод тоже Перельман. Ну, я не знаю. Давайте все-таки... Я не знаю. Давайте заметим, что есть период действительно рывка, когда какой-нибудь гений там предлагает какую-то новую идею. Ну, здесь... И фамилия у него Рымок. Да. А потом, на самом деле, есть период популяризации этой идеи, когда она спускается немного вниз. А популяризация это женщина, что ли? Да, популяризация это женщина. Ну вот, период популяризации... Потому что Конституция это жена Константина, да? Смотри, так это и есть период популяризации, это и есть массовая наука. А период как бы рывка, конечно же, какой-то один человек делает рывок. Ну и коллектив какой-то узкий. Нет, я хочу обратить внимание, что Эйнштейн, как бы представитель, казалось бы, мейстрима, физического эстеблишмента. Да, это не Эйнштейн, а там, для одного ученика. Что-либо еще. Он оказался вот в такой ситуации уже... Изгоя. Изгоя, отчасти. Но он не был изгоем, он был уважаемым профессором, занимался какой-то наукой, это было 30 лет в его жизни. Участвовал вообще в этих вещах. Но настолько, что его более молодые коллеги, более успешные на тот момент, даже отказывались с ним вращаться. Потому что читали, что это является чушью. Поэтому нету никаких стальных самцомовых рядов, ничего подобного. Это снаружи выглядит. А с полной одной целью? То есть получается, что Козырева, если в новом что-то хорошее дело, значит, ему бы и приняли, нет? Чего? То есть это же против своей аргументации, понимаешь? Почему? Какой против Козырева? Нету особого... Кстати, кстати. А вот у холодного ядерного синдеза есть. Вот у холодного есть, да. Интересно, когда надо, есть заговоры, а когда не надо? Так оно и есть, да. Потому что холодный ядерный синдез и Козырев отличаются друг от друга. А, кстати, я не буду. Потому что за всей этой деятельностью, которую разбил Козырев и что-либо еще, не состоит никакой угол с коммерческим финансовым интересом. Никакой. А за холодным ядерным синдезом стоит? Ну как не стоит, а астрономам. Да брось ты, какие там коммерческие? Да нету ничего таких вещей, никакого. А, Игорь, а действительно давно уже придуманы такие эти, всякие семена, которые, если вот посеять, они всякий голод на планете искоренят. Все вот эти вот растения, которые будут расти плодовольствием. Но их не пускают. Да. Давно придуманы компьютеры, супер-компьютеры, миллиарды раз быстрее. Но! Надо продать эти. Да, надо продать эти. Вот, господа, вот два примера, отчасти имеют слабое на существование. Я напоминаю вам очень простую вещь, что двести лет назад сахарная свекла, сколько процент сахара было? Полпроцента? не знаю пол процента да извините мы не знаем а я знаю а сейчас сколько 25 а тогда уже было заранее когда было 5 а на самом деле в секретных лабораториях уже 150 процентов нет господа я же вам рассказывал про селекцию пшеницы потому что 50 процентов можно было бы как прибыль господа я же рассказывал вам про ту же самую селекцию пшеницы в этих 40-х 50-х годов когда урожай 20 метров с гектара считался отличным у нас до сих пор по Руси такой по Руси именно до сих пор такой значит урожай урожай считается нормальным нет подожди 63 смотрите два года назад во Франции был урожай пшеницы был не урожай пшеницы он может просто искусственный интеллект получить от компьютера он все же как бы быстро начался поэтому ее нельзя его могли бы уже прийти но его не производят по поводу компьютера почему с ней с пшеницей и вот с этим сортами давайте с сортами с компьютерами но мы же наблюдаем эту самую штуку всегда ведь очень просто сделать хорошую видеокамеру согласен которая которая будет хороший звук например ну вот вместо этого мы пользуемся вот этим двумя штучками есть хороший камер с хорошей но она стоит до долгих денег нет сколько же стоит? ну вот не знаю вот это естественно вот ты вводишь смартфон смартфон стоит его себестоимость копейки нет подождите насчет этой метакамеры фишка таком состоит в том что если сюда поставить хороший микрофон то камера соответственно зашкалит и люди понимают для чего не вносить камера продается камера продается чтобы ему купить обычный человек обыватель который не имеет много денег ему не нужен звук такой большой он просто фиксирует свою жизнь если ему вдруг потребуется звук здесь есть разъем он может включить внешний вид для видеокамеры это не идеально да не говоря что идеальная камера да я тебе господа я тебе хочу сказать что с самого начала у тебя нет существенной ценовой разницы между хорошим звуком и плохим нет все эти разговоры технические технические это все одно и то это неправда а как из маркетинговых целей понижали искусственно чистоту процессоров не чистоту а их потребительские характеристики брали просто контакты глупо говоря но это все равно не заговор но стоимость стоимость полноценного процессора она же в себе содержит разработку понятно но южи же искусственно понижали ее потребительские качества такой есть есть допустим такие вот коммуникаторы циска известные практически везде используются так там вот этот циска она может все но чтобы она могла все нужно просто ее сопровождать в комплекте с некими электронными ключами там разблокированы должны быть все функции так вот когда ее хотят продать дешевле когда людям меньше нужны функции их просто часть функций оставляют заблокированными и они реально есть так вот это это стандартная это мы делаем единическую вещь господа огонка подождите ребята вот вы перешли в другой теме это все равно не заговор почему не заговор потому что это менеджмент потому что отлично отлично давай назовем это менеджментом менеджментом все знают об этом все менеджменты но вы же подразумеваете что есть какие-то тайные какие-то разработки которые скрываются специально а не те которые есть просто функции заплодируют представить себе что они выращивают это жакло потом вытягивают лишний царм понимаешь нет 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 придумал есть же не так это дело господа нечтожение насекомых но их не продают нет господа господа я же рассказывал потому что если уничтожить колорадский жук страшная проблема уничтожения колорадского жука есть вещества которые уничтожают колорадский жук но они не продаются Нет. Потому что колорадский жук – это биологическое оружие, которое использовано против нас и против друга. С тем же сельским хозяйством. Ведь у нас возврат, как ни странно, к органическому земледелию, я всегда постоянно это говорил, на самом деле состоит в том, что мир стоит не на пороге голода, как часто изображают, а на пороге мракобесии удивительного перепроизводства сельскохозяйственной продукции. Ну, дикое его рост. И поэтому мы вынуждены специально, в том числе и органическое земледеление, служить целям понижения продуктивности, искусственной продуктивности сельского хозяйства. Вот она и служит. Не дай бог избыток не было. Это как потлач, как вот мы там убедали. Не дай бог не было. Избыток надо сбыть. Есть же такая версия, на самом деле, что генномодифицированные продукты, это я вам рассказываю в всех теориях, специально придуманные, чтобы население земли уменьшить. Дело в том, что якобы какая-то там доктор наук биологических поставил эксперименты на вышах. В третьем поколении они остаются бесплатными. Ну вот видишь. А вот теперь ты вместо Козыря сейчас напишешь фамилию этого ученого, и будем обсуждать, что человек стоит на грани вымирания, потому что... Я могу сказать, что я в эти... могу написать эту фамилию, могу сказать, что в такие вещи я не верю. Ну, а... То есть все-таки вера. Веру ибо не лезь. А знаешь, из каких... Кто это рассказывает? Веру ибо не лезь. Потому что я считаю, что... Потому что я считаю, здесь главное. Да. Я считаю, что все, что мы съедим, оно разбирается на аминокислоты и на нуклеотиды. А я физик бы сказал, что, знаешь, я считаю, что надо проверить эксперименты, нет ли там каких-нибудь скрытых факторов. Да, экспериментально никому не удалось до сих пор... Да, не удалось правильно. Слушай, а в третьем покорении... А проверку не должно... Потому что сумасшедший ненасос, который глупости такой доверяет, понимаешь? Ненасос, что... У Малекул есть история. Ты должен это понимать. Время непросто, оно вот как... Оно отпечатывает на себе. Знаешь, что, как это... Нет, знаешь, что, Александр, мы же едим не еду, мы едим время. Выходим, я смотрю, время кусок лежит. Это похоже на колбасу. И я говорю, ам, и все. И оно точно так же разлагается, как ты говоришь, только что говорил, что там что-то разлагается на какие-то белки. И время так же разлагается на маленькие временные промежутки, которые усваиваются всеми клетками организма. По-разному. Ты просто думаешь, что... По-разному. Знаете, не знаю, там, рыба... Рыба потому, что у нее такие аминокислоты, такой генотип и так далее. Да. А генотип это внешнее все. Да, абсолютно. Это просто маскировка, понимаешь? Самое главное в мире. А внутри у нее рыбный дух. А там ты не рыба. Это то, что я не е... Самиронное время, да? Нет, вот ты вот... Вот это рыбу ешь, допустим, 10 минут. Погодите, ты просто 10 минут потребляешь время. Нет, 10 минут ты являешься рыбой. Да, да, да. Это понятно. Это понятно, господа. Ну, по крайней мере, мы на этом... Ну, давай, мы играем здесь чуть-чуть. На мере научно-технического прогресса видим... Игорь, а как насчет техники? Когда... У нас искусственно происходит маркетинговые цели, понижение... А затем, когда они потом производят какой-нибудь Рено Логан, понимаешь, и продают... Продавали бы тогда только БМВ, понимаешь? Нет. Нет, это разные доходы, разные слои населения. Людям хотят обеспечить некую услугу, но на их уровне, на уровне их возможностей. Блокируют какие-то функции, чтобы они могли купить. А глядишь, они потом увидят, что они разбогатели, и разблокируют еще какую-то функцию, и будет у них прибор, и так далее. Везде логика, на самом деле, со стороны потребителя. Те, кто производят, хотят донести продукт до потребителя, глядишь, он на самом деле... Ну, а, Гриш, ты вот эту штуку понимаешь, а тут чего не понимаешь тогда? Ну, как, чего не понимаешь? И тут я понимаю, что человек, на самом деле, был маргиналом, может быть, где-то что-то... Он на улице холодной я не носил. И Джобс принес идеи, а те, кто потом эту идею начну организовывать, они... Да, именно Джобс, в общем, никого не было. Сделали идеи, сделали, так сказать, куча, 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 куча... Через сто лет будут рассказывать. И пришел сначала Джобс и сказал. Нет, он зашел на гору и сказал, типа, это блаженный, нищий, духом. И вы купили, а я там себе компьютер с Apple. И да будет смартфон, и стал смартфон. И увидел он, что это хорошо, и сказал, да будет волшебно. И Джобс не создал смартфон. Ну, конечно, он все создал. Он не при землю создал. Он создал не сам прибор, он создал идею. Ну, конечно, прям идею создал. Он тоже, знаешь, с одной идеей. Слыши, прощайшие ролики. Идея родилась. Давайте хотя бы покайся, покайся, что ты мракобес. Давай, покайся. Мракобес, мракобес, конечно. Ну вот, это вот как бы ближе к тебе. Просто бес тебе, понимаешь? Бес. Да, бес, да. Надо изгнать. Давай ощущения проведем. Обряд ощущений. Знаешь, что там состоит? Книжки по голове. Не бояться, как сегодня бороться, да? Как противопоставить? То есть, вот это разрушитель для этого самого. То есть, в некотором смысле есть история, а есть разрушение истории вот такого рода, как бы это сказать, этот самый... Свидение к сидению по разному. Различного рода высказывает. Ну, не история, неважно чего. То есть, любая идея, она превращается в ничто, в ничто способом ее... Профонирование? Да. Ну, может быть, что-то превращается в каждое профонирование. Игорь, а как насчет фоминка и мастерства? Ну, я... Мне кажется, ряд святых, как бы, коровы. Я бы... Это вот... А розов, святые имена. Не противопоставить ничего, да? То есть, это все равно, что, грубо говоря, яблоко есть, а его грызут эти самые... Черви. Черви. И все. И пока ты червей не уничтожишь физически, ничего не сделаешь. То есть, не объясни червякам, что есть яблоки. Не надо, если там... Ты призываешь пить Мондарева? И что-то еще. Он уже умер. Не, он угадает скептиков ничего. А скептиков? Это не скептицизм. Это не скептицизм. Это именно профанат. Это именно профанат. Мы проконируем его идеи, короче. Не конкретную идею, а вообще, в принципе. Да, или как вот против таких профанатов? Как мы действуем? Как же прошедшие должны действовать против таких? И как? Нет, даже не как. О, надо и кормить геномодифицированные продукты, и мы, может быть, в третьем поколении не станем. Это правильно. Это правильно. Ну, во всем этом, господа, надо просто опираться на собственное знание, умение, на собственную логику, на собственный разум. Ну, вообще-то Кодорев тоже опирался на собственную разум. То есть, иными словами, вы дилетантом, да? Нет, почему мы дилетантом? Ну, потому что... Нет, господа, надо понимать, кто такой профессионал. Что такое профессионал? Думают люди, что профессионал – это человек, который обладает некими сакральными знаниями, сакральными силами. Ну, Кодорев это сакральные знаниями. Нет, сакральные знаниями, которые реальными знаниями обладают. Вот. А существует... Это не просто какими-нибудь знаниями. Да, определение профессионала... Который зарабатывает деньги на это. Нет, профессионала по Гейзенбергу состоит, что это человек, который знает основные расширки своей дисциплины, умеет их избегать. Все. То есть, от обратного? Не обратно, не знаю. То есть, не в этом смысле Козырев оказывается профессионалом, потому что он ведь совершает новые ошибки. Не понятно, почему он совершает эти ошибки и не совершает их. Ну, хорошо. Вот ставить такой нечистый эксперимент, да? В котором непонятно что, какие-то крутильные весы, обязательно воздух. Разве это не типичные ошибки для физики теперь? Нет, это не типичные ошибки. Просто качественные. Для физики, которая старается как бы эксперимент сделать предельно прозрачным. Ну, видишь, я тебе могу точно так же сказать, когда с Пизанской башней летели две гельки, связанные различные массы. Ну, ну, связанные с Пизанской веревкой, связанные с Веревкой. Семнадцатый век. Слушай, а все по-настоящему большие эффекты, они у тебя качественные. Иначе быть не может. Они-то может и качественные, да, но проявляются. Даже вот, скажем, опыт с фотоэффектом, да, или с чем-нибудь таким, это уже как бы совсем другой уровень, нежели крутильные весы какие-то. Ну, не высокий уровень. С фотоэффектом-то чего? Чего особенного? Казалось бы, самое простое, это самое объяснить. И ты будешь смеяться, но что все предсказания, которые делает квантовая электродинамика, они все качественные. Почему? А потому что на бесконечность надо, где умножить, а где-то здесь. Не, ну, не обязательно. Как не надо, везде. Ну, так и, а эта формула вычисления этой бесконечности, она же одна на все случаи жизни, понимаешь? Вот в чем дело, переномировка-то происходит сразу во всех порядках, поэтому... Во всех порядках, но не на всех случаях жизни. Ну, нет, и для всех... В данной штуке ты один раз переномируешь. Хорошо, для всех электронов одним и тем же способом, допустим. С помощью массы электрона и все. Вот, по крайней мере, для одного типа частиц и единообразных тоже очень много. Вот. Из той же квантовой электродинамики, я в прошлый раз, когда был эссе в фотоне... И не баги в заблуждении. Я показывал, что квантовая электродинамика как и состоялась, то есть квантование свободного поля фотона, да, то ты должен там в сумме, когда приходишь к чистым заполнениям, одну вторую выкинуть везде. Почему? Потому что у тебя возникает сумма осцилляторов, да, осцилляторы по квантовой механике, это Na плюс одна вторая, или не одна эта штука. Если ты начинаешь его распространять на весь объем, то эта одна вторая у тебя превращается в бесконечность. И все, твоя деятельность решена какого-то смысла. Но ты вынужден на эту одну вторую отбрасываешь. Так потому что у нас энергия, это же энергия, правильно? Да. Энергия у нас, опять-таки, у нас очень всегда постоянная. Ни в квантовой, ни в этой... Ни в квантовой, ни в квантовой, ни в квантовой, ни в квантовой динамики. Потому что у нас там она не является объективной величиной энергии. У тебя есть некая масса покоя, допустим, в которой все квадраты. Ну все равно, а даже... Поэтому ты отбросить ее как таковую не можешь. И я тебе могу сказать, что люди, которые это делают, излагают в настоящей физике, типа Ландао, они эту вещь понимают. Они говорят, да, здесь мы делаем такую натяжку, говорит Ландао. Это связано с тем, что квантовая динамика не является завершенной наукой. И что в основании силы их она имеет какие-то роды противоречия. Это говорит Ландао. А люди второго, третьего порядка, к которым квантовая динамика и все остальные вещи уже относятся, они к ее формулам относятся как к готовому знанию, к некому сакральному знанию профессионалов. Критиковать они не могут. Думаю, что тут реально такое положение делал. Да, мы такие. Да, сакральные знания плохое. То есть Ландао, то, что Ландао понимал, то, что появлялась большая проблема... Ландао не дорос до сакрального знания. Да, то, что основатели квантовой механики. Да, они видели проблемы своих теорий, но тем не менее они их признавали. То есть настоящие. А потом проблемы ушли. Да, потом как-то они ушли. А проблема не осталась, они не приняли, они ушли. Они тоже ушли. Начало было Зарус Христоса, а потом были... А потом проблемы ушли. А потом проблемы ушли. И так всегда у нас это дело происходит, к сожалению. Это какой-то очень... Я просто хотел сегодня уже как раз об этом... Небогаугодная, да? Я сегодня тоже хотел рассказывать об этой эскривой. Как ее ловить? По эскривую. По кассири, по кассири. По кассири. По кассири. Ну да. Вот и давайте сейчас... Нет, давайте по домам. Это по домам чуть-чуть. А, ну все, я хотел про эскривую рассказать. Главное. Это уже... Возможно еще потом. Про инноватику рассказать, да? Еще потом. Да.